Человеческие страсти В вашем вопросе уже некоторые определения сомнительные, которые придется сначала опровергнуть, чтобы потом же ответить на вопрос. Никто не говорит, что страсти живут только в теле. Душе нашей, которой присущ и разум, и воля, и чувство, также грех гнездится. И вовсе не только грубые чувственные грехи оскверняют душу и портят отношение человеческой личности с ее создателем. Далее, мучение души вне тела от страсти. Что вы имеете в виду? Ад, о бытии которого предупреждает нас Господь, чтобы никто из нас туда не попал. Или это какое-то состояние после смерти, где душа расплачивается за свои грехи, нераскаянные страданием от терзающих ее страстей. Наверное, остается нам принять богооткровенную антропологию и мыслить о человеке так, как открывает нам в Священном Писании сам Господь. Созданный из перстеземной человек, однако, носит в себе образ и подобие своего Создателя и еще дыхание жизни, что отличает его от всех земных тварных существ особой предназначенностью к единству со своим Создателем. Имея дух, душу и тело составляющими частями своей личности, человек призван и заботиться о здравии каждой из них. Телесный состав, хоть и ненадолго с нами, но так тесно связан с бесплотной душой, что страдания тела передаются душе, и душевные страдания не утоляются никакими удовольствиями телесными, а оскудение духа в человеке лишает его вообще жизненных сил и для тела, и для души. Так что в этой, с одной стороны, сложности, а с другой стороны, простоте человеческого устройства надо нам понимать, что и источник исцеления человеческий не внутри него самого, как ложно учат некоторые восточные культы. В тебе все, ты сам есть эманации божества, перекатывай в себе из пяток в мозжечок жизненные энергии, и будет тебе процветание. От Господа пути человеку исправляются. Хранит младенца Господь, смирихся и спасемя. Не входит благодать в душу злохудожную. Бог, даровавший нам жизнь, и поддерживает ее обилие в человеке, потому, оскверняющий душу и тело свое грехами, пребывающий в нераскаянном состоянии, и становится вместо носителя мира и благодати, радости и чувств полноты бытия, некого ада в себе. Все те страдания, которые переживает человек по жизни, страдания от эгоизма, страдания от неудовлетворенных страстей, страдания от недостатка тех удовольствий чувственных и душевных, к которым он приобщен и пристрастился, оказавшийся в зависимости от своих страстей, продолжает страдальческое свое существование, и тогда, когда телесное и душевное в нем разлучается. Это болезнь, поврежденной и неочищенной благодатью Божьей души, сопутствует человеку в вечность и становится причиной вечной смерти, вечной муки, о которой предупреждает нас Господь, не для того, чтобы страхом заставить нас себя слушаться, а для того, чтобы никто не оказался причастным к этой злой участи, уготованной не человеку, но дьяволу и агилам его, добровольно отпадшие от Бога духи, обрекли себя на вечную Бога оставленность своим добровольным Бога отступничеством, и эта их вечная участь оказывается только вопреки Божьему замыслу, участью человека, который не желает ни признать бытие Божье, ни взыскать потерянного с ним единства, не очистить душу свою покаянием, для такового только раздается в оставшиеся времена жизни Господень голос, призывающий его и притчами, и своим крестом и воскресением, и колокольным звоном, который он иногда слышит, проходя где-нибудь улицами российских городов, или в конце звучащего российского гимна, но эти колокола уже, бывает, не находят отклик в сердце, и призыв к покаянию не приводит человека к примирению с Богом. Тогда наступает окончание временной жизни и вовсе не телесные только прихоти или изнеженность, или зависимость от страстей становятся для человека кошмаром, оставшийся перед ним безнадежной вечности. Тело возвращается в землю, а душа к Богу, и все тайное становится явным, хорошо оно или худо. Святый Феофан страшный суд обозначает как откровение советов сердечных. От этого откровения становится и кому-то страшно, а кому-то очень радостно. Кто искал от Господа очищение души своей, тот и обретает совершенное с ним примирение в вечности и вечное блаженство. Кто не искал и не пользовался благами, дарованными нам Христом в его церкви, благами по очищению своей души, по возвращению ей союза, единства со своим Создателем, тот находит то, что искал. Не находит того, что не искал, Бога с ним не было, нет и не будет, а состояние вне единства с Божеством вечности и именуется теми муками, о которых вы пишете. Так что нет для нас никакого недоразумения в том, что, согрешая в теле, человек призван после этого страдать душой, ибо всякое от Бога отводящее житие повреждает саму личность, повреждает его эту удивительную и таинственную для нас душевную способность в отсутствие плотского состава пребывать с Господом и наслаждаться в лучах славы Его. Потому, пока есть выбор у человека, находящегося в душевно-телесном составе своем, призвав Духа оказаться его сосудом, грешно, безрассудно, безумно и непорядочно не воспользоваться этой счастливой возможностью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!